Так, при мне про себя только хорошее, миниатюрный рост, миниатюрный, вот как пошла танцевать там все девочки сразу стекли, пошла сама это, вода танцевать, красотка. Так, ну что, мои хорошие, начнем сегодняшнее наше занятие, да, шестая чакра, кто помнит, как называется? Королева. Королева. Что-то Аджна. 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 Аджна, да. Петель вас. Ну давайте с вами познакомим, ну еще раз обновим. Лена, мы с тобой знакомы, да, а у вас, Ольга, мы где-то, наверное, в каком-то пространстве тоже были знакомы, но воочию первый раз, да, вы ко мне пришли? Сейчас, секунду, получается там, Маша, да? Все, я открыла, все, включаю, и мы прямой эффект, все. Готовы? Да. Да. И приветствую всех в этом зале, и в прямом эфире у нас сегодня шестая чакра, Аджна, королева, и мы сегодня будем творить волшебство. Те, кто в прямом эфире с шести до семи, для вас будет бесплатный час, даже чуть побольше. Вот, а дальше, кому будет интересно, пишите в личку, можно будет договориться и приобрести это все и дальше. Итак, значит, вот две девочки новенькие, все-таки мы вернемся, да, к вашему. Снимают меня, так что вы это, спокойно. Что вас привело вот именно на это занятие? Хотелось бы узнать. Ольга, вот так бывает, поэтому здесь правильных, неправильных ответов нет вообще, потому что мы все так приходим первый раз, да? Как так случилось? Вообще непонятно, да? Вот. Ну, кто-то позвонил, или что-то увидели, или что-то поманило, это очень важно. Вы мне вконтакте написали, я сейчас как раз еду, но чем бы заняться? Ага, ага, понятно. Тут и вы. Да, да, тут и я. Ага. Ольга, а кто по стихии? Не знаю. Гороскоп какой? Есть. Козерог. Козерог, это венечная, венечная чакра земли, продвинутая самая, так скажем, большая ответственность. Да, знаем. Большая ответственность. Да, Лена? Я родолей, тоже январь, прислушиваю. Вот, ну, вы мне написали в WhatsApp, я прислушалась к своей интуиции, вот. Она сказала, что... Вы верена, подружка, да? Нет, вот я верена, подружка. А, вы верена, подружка. А вам я написала в WhatsApp. А я вам задавала вопросы по поводу детей. А, да, да, да. Да, да, да. Ну, и вот я еще почитала, ну, то, что вот, оно с Упрея. Меня интересовало то, что это королевская чакра. Мне, как бы, говорили несколько раз там нейрологи, прошла жизнь, потом я была дочерью короля и кухарей. То есть, если у меня эти энергии, они, видимо, еще спят. Угу. Вот, поэтому, правда, Бог, примерно. Будем будить. Да. Будем будить. Очень хорошо. На самом деле, вот этот вот круг женской силы, который уже шестой у нас круг, мы тут такое творим. Ну, так вам повезло, что вы сюда пришли на шестую чакру. То есть, главнее ее только венечная чакра. Сейчас я расскажу немножечко вам о ней поподробнее, кто у меня записывает, чтобы записали. Хорошо. Чтобы я, а то я, кто меня, ну, плохо знает, я немножечко расскажу. Я работаю виденными и невидимыми техниками. Я иногда, бывает, соскальзываю с тем, потому что ваши вопросы слышу вслух. Понимаете? Поэтому могу чуть-чуть, как бы, там, не попасть с точки зрения логики, потому что вы не слышите, на что я отвечаю. Но тот, кто задал вопрос, тот поймет меня. Поэтому я иногда буду за компьютером чего-то вам читать, чтобы не забыть. Хорошо? Договорились? Здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Прекрасно, замечательно. Телефончики отключите, пожалуйста. Мы начнем. Кстати говоря, пока отключаете телефончик, я немножечко расскажу вам про лунный день, какой у нас сегодня лунный день. Кто-нибудь знает? Первый должен быть. Первый, второй лунный день. Первый же обычно коротенький. Надо успевать в него, первый, второй день записывать свои планы на весь лунный месяц. Легче будет исполняться. Кто-нибудь писал? Сегодня нет. Напишите обязательно. Вот придете прямо, напишите, или перерывчик. Это же недолго. Но запуск энергии очень мощный. Посмотрите, что про этот лунный день пишут. Второй лунный день благоприятный, хороший день. Способствует новым начинаниям. Чувство интуиции во второй лунный день обостряно. В этот день вы способны очень тонко чувствовать вещи, предметы, а также свое окружение. И чувствуйте, что вам нравится, а что вам не нравится. То есть вы прямо можете очень тонко чувствовать, куда вам идти, да? Что вам есть, что хочется, что не хочется. Прямо себя чувствовала. Договорились? Кто-то еще у нас сегодня? Да, сейчас поймем. И еще двух девочек в зал посадим. Спросили меня. Вот такой волшебный день. Телефончики мы отключаем. И вот послушайте, что у нас пишут про чакры. Аджина, да? Королева. Внушение. Ой, молитва. Молитва чуть попозже. Свет какой, знаете? Синий. Синий, да, цвет индиго. Цвет такой. Вот такой цвет. Вот такой цвет. Усиливает энергетику. То есть если хотите и сновидение у себя более сделать, ну, поярче, да, то можете носить какой-нибудь платочек шейный или какое-то украшение. Или вообще цвет такой одеваете на себя. Цвета синий, индиго и пурпурный обеспечивают способность видеть, иметь хорошую память, логические мысли, находить решение в любой ситуации. Недостаток синего может вызвать нервные расстройства, слепоту, ну, и всякие такие неприятные болезни. Но мы будем говорить сегодня о хороших вещах, да. Ключевые понятия, вдохновенность, духовность, осознание, обладание, совершенствование, осознание сути жизни, экстрасенсорное общение и интуиция. Как говорят, шестое чувство, да, говорят, у меня шестое чувство, у меня третий глаз, да, говорят. Звук хам, то есть если вам нужно, опять же, настроить чакру, то садитесь, включаете медитативную какую-нибудь музыку и в такой, сначала расслабляете тело, потом произносите звук хам. Замок на первой чакре, да, зажимаете, когда вы произносите, то есть замок и опора на живот, то есть у вас прямо звук должен проваливаться вот в опору, чтобы вибрировало тело. Хам, или кшам, кшам, хам или кшам. Знаете, да, что мы состоим, мало того, что из семи чакр, но на самом деле сейчас этих чакр гораздо больше, многомерное вообще, то есть их там 125, но мы не будем особо туда заглядывать, да, в эти. И далее нам хотя бы с этими разобраться, чтобы потом почувствовать коронной чакрой выход, вот эту трубу, соединенность космоса и земли. То есть это очень, сейчас вообще в Иро Водолея подключка очень мощная, подвластна всем желающим. Если вы были, забыла я одну вещь, карты мне надо, может у девочек есть, будем с вами после этого часа бесплатного в карты играть. Желаете? Да, вот расскажу вам. Будут очень много секретов, будут много секретных техник и программирования на ясновидение. То есть у меня как бы шаманка Бифа Тимой, допуск, да, мне для тех, кто желает, только от вас зависит, насколько вы откроете это видение, насколько вы пустите. А вообще я вам это... Потому что в этот зал не пустила бы тех, кто сможет вызвать, используя эти вещи всех. И если сейчас вот уже ощущаете, то может быть уже какое-то сознание слегка поплыло расширенное, глаза так и такие, там, что говорят, и мне уже вот, ну как бы как-то... Есть такое у кого? Да? Есть. Есть? Есть. Еще, по-моему, когда я шла, у меня такое было. Ну потому что зал-то я заранее надыхиваю. Я же медитацию, в 4 часа я ложусь в медитацию на час перед занятием. И в тонком плане у нас уже с вами все произошло. То есть мы сейчас просто это все в физическом плане сделаем, соединимся, сонастроимся, и будет всем счастье. И те, кто у нас в эфире, вы тоже у нас в этой энергии, поэтому тоже можете ощущать, может в ладошках покалывание, может быть в этой части. То есть поощущайте себя, поприслушивайтесь к себе, где кто что слышит. У кого-то голова, у кого-то шея, у кого-то плечевое, у кого-то грудной отдел. Но, как правило, выше муладхары это идет. То есть я сейчас вибрации подняла до 4, как минимум, и выше. Чтобы вы могли чувствовать чистоту, духовный план, мы должны не в нижнем донтьяне сейчас, а в верхнем находиться. Вот. Поэтому наблюдайте за собой внутренним взором, ощущайте. Потому что, я сейчас говорю, для вашей головы происходит очень мощная сонастройка в энергетическом тонком плане. Угу. Хорошо. Итак. Знаете вы, да, что у нас тело состоит как матрешка. 7 чакр и еще 7 ментальных тел. Так вот, у нас 6 чакра это высшее ментальное тело. Вернее, 7 тел разных. Батхическое, физическое, батхическое, эфирное. У меня, в общем, их очень много разных разных. У 6 называется ментальное. И нервное сплетение и центральная нервная система. Если говорить о том, за что отвечает эта чакра. Чуть позже расскажу более подробно. Гормональные железы связаны с чакрой гипофиз и шишковидная железа. Кто-нибудь слышал про шишковидную железу? Что такое? Как такое? О чем речь? Слышали, да? Угу. Хорошо. Значит, смотрите, она в диаметре. Она у нас расположена вот от третьего глаза вглубь посередине как бы, да, головы. И от 5 миллиметров до сантиметра еще на две доли поделена. И каждая доля отвечает за свои вещи. Вроде бы такая малость. Вот эта шишковидная железа управляет полностью всем. И психоэмоциональным состоянием, и физическим, и весом вашим, и настроением. Избычай мечт всем. Представляете? Это центр управления компьютерный, так скажем. Если вы ощущаете здесь, ну как это так сказать, чтобы не совсем этой терминологией всякой специальной, специфической. То есть как бы два пульта. Если вы соединены, знаете, да, у нас три духовные чакры. Три эфира. Вот у нас горловая кармическая, да, третий глаз и коронная. Так вот, если вы чувствуете вот этой вот вилочковой железой, эндокринной системой и вот этой шишковидной железой, они как бы связаны вместе, отсюда идет как бы приказ на выработку всех гормонов и на работу всех органов. То есть вот кому посчастливилось прийти или там слушать в эфире, или быть сегодня здесь именно про эту чакру, сонастройка будет, конечно, даже на этом бесплатном часе, все равно идет работа мощная, потому что, ну я как вам сказала, уже с 4 часа я запускала это все. Для энергии расстояния нет от того, вы тут в зале или там народ нас слушает, смотрит. Ну как бы разницы нет. На все у меня хватит, потому что через меня просто работает тонкий план, очень мощный. Видите, я даже сегодня в естественном виде лаком не стала брызгаться, чтобы хорошо поток шел через Агазрару. Муж смеется, говорит, наконец-то у тебя все болтнуло. Такое. Естественно, нет указки с лаком на голове. Я говорю, ну и прекрасно, меньше расходов, больше естественности. То есть подключаемся. Органы тела, связанные с чакром, это мозги и все составляющие центральной нервной системы, лицо, глаза, уши, ног, пазухи. Ну, болезни, соответственно, все такие же, да? Не будем говорить. Ароматические масла. То есть, если хотите усилить, то масло герани. Вообще герань очень хорошо дома держать. Она очень чистит хорошо пространство. И особенно ее хорошо держать в спальне. Она еще и супружескую верность продустирует, так скажем. Поддерживает. Перечная мята, розмариновое, лавандовое масло. Кристаллы и минералы. Аметист, лазурит, плюорит, сугелит. Ну, из этих нам, наверное, лазурит, аметист как-то более знакомые, да? В переводе с анкрита это называется, переводится как центр управления. Да, вот эта вот маленькая такая штучка управляет полностью всем. Если мы с вами начнем, как бы, обращать, развивать вот эту чакру, то, как бы, признак ее, это какая-то, вот знаете, умиротворенность и принятие любовь ко всему. Понимаете? Вот если вы начнете смотреть, и вас будет все меньше и меньше раздражать все вокруг, то просто, ну, в этот момент ваша чакра, аджина, работает на полную катушку, значит. Да? Ну, мы живем как в физическом мире, иногда бывает, нас накрывает что-то. Ничего страшного. Самое важное, вовремя вынырнуть отсюда. Внезапно меня посетило вдохновение, написала я сегодня такие стихи. Не знаю даже, с чем это было связано. Ну, вот они родились. И неудивительно, что именно вот на шестой чакре. Природа женщины. Природа женщин. Жить и процветать. Любить, сиять, дарить тепло и радость. Чем больше будем счастья пребывать, тем дальше отступает тень и гадость. Ты даришь свет. Почувствуешь любовь. И даже если тучки набежали, ты знаешь, точно, солнце выйдет вновь. Для разницы даются нам печали. Живи, любя, дари тепло души. Страдая, верь, душа растет с тобою. И осуждать кого-то не спеши. Свет любит всех, огромную любовью. Представляете? Что-то через меня наговорилось. Я почерком писала быстрым. Видимо, тоже опять оттуда. Пишет даже... Ну, оно как-то даже и без помара практически. Вот оно когда пишется, вот оно так и пишется. Итак, чуть-чуть еще. Шестая чакра отвечает за сознательное восприятие. Управляет различными умственными способностями. Памятью, силой воли, знанием. Именно эта чакра позволяет человеку подключаться к подсознанию и интуиции. Дает способность понимать Вселенную, принимать невербальные послания. Отвечает за равновесие между двумя полушариями мозга. Правым и левым. За уравновешенность интуиции, эмоций, мистицизма, разума и логика. Представляете? Сколько всего в центре управления стекается. То есть на самом деле у нас мгновенно происходит реакция. Она даже происходит до того как. И вы знаете, у меня было время, когда я видела очень много чего. Прямо очень сильно видела. Человек идет, что он думает, что он говорит, чем он болеет. Это такой ужас, я вам скажу. Это такой тяжелый труд. Особенно, когда тебя никто не спрашивает, и это видеть. И идет человек, и ты видишь. Через пару дней его не будет, потому что все уже рассеянное. Физическое тело идет, а душа уже рассеянная. А если тебя не спрашивают, говорить об этом нельзя. Понимаете? Или, допустим, я говорю, на пляже сидишь и видишь лямбли в печени. Может, да фу, ну вообще. Посмотрите, пришел отдыхать такой, да? Вот. И каким-то чудесным образом это потом прикрылось слегка. То есть я сейчас могу, когда по просьбе, допустим, чрейта, подключается как-то энергетика. И могут дать видение, могут не дать. Мне как-то это больше устраивает. Потому что, когда вот такие внезапные, знаете, открытия, они раздражают очень. Потому что ты совершенно себе не принадлежишь. Жить уже вообще не можешь спокойно. Не есть, не пить, не это. Представляете, приходишь в кафе в какое-нибудь, сидишь, общаешься и слышишь, о чем говорит мужчина-женщина, и что он при этом думает. Или наоборот. То есть, ну, ужас ужасный, я вам скажу. Поэтому сегодня у нас будет медитация достаточно длительная. Мы с вами будем лежа ее слушать. И перед тем, как вот она начнет происходить, надо будет каждый из вас попросить, чтобы вам открыли это сновидение настолько, насколько вы готовы вообще воспринять. Вот. Ну, там, конечно, знают, насколько, но вот имейте в виду, да? По силам дают. А то, как, знаете, не увезешь потом, как выдадут, как пойдешь потом. С такой этой. Ну, вот. Ну, вообще, вот это, об этой чакре говорить-то достаточно сложно. Наверное, основное ее качество это понимание того, что вы чувствуете, что в этом мире все очень-очень правильно и закономерно. Прямо все на своих местах. Вот, наверное, об этом. Как говорят, истинная любовь не ищет своего, да? Мы же привыкли. Это мое. Да? Это мое платье. Что я ни за что не забуду никогда? Если кто-нибудь из учеников, мастеров кудоса сегодня в эфире, то посмеются вместе со мной. Когда мы были в ашраме у мастера, значит, в доме пяти стихий, и мастер нам давал разные задания. Мы там в медитациях сидели, в кельях. По нескольку дней там на водичке на одной, на молитве. Вот. И перед тем, как в очередное путешествие нас отправить, он сказал, а сейчас, пожалуйста, возьмите все гаджеты, телефоны, фотоаппараты, значит, и возьмите... Что он сказал? Деньги. А, нет, деньги, по-моему, нет. Вот помню хорошо, что телефоны, это компьютеры можно было взять, билеты, паспорта, а, документы, документы, это все, говорит, заберите, а все остальное, значит, сложите в чемодан, чемодан вы вывезете за келью, и я их подарю рабочим. Это все. Представляете? Ну, ужас ужасный. Значит, моя внутренняя девочка вообще была в шоке, потому что, ну, я поскольку ехала в Бухару, и я знала, что там жарко, я, собственно, покупала шелковых нарядов, но в шелке же не жарко, и там были у меня и платья там очень дорогие, прямо вот ни разу не одеванные, там с бирочками, и все дела. Так было, думаю, ну вот, потом, а мастер, мы сидим за столом, как бы, обедаем, и он говорит, ну что, что чувствуете? А все такие, садок, ужас, доходит до меня, он каждого спрашивает, что он чувствует, доходит до меня, я говорю, я пытаюсь сделать вид, что мне вот плевать, ну, мне до такой степени жарко, я говорю, я не могу, сижу, пытаюсь скрыть физиономию, что мне наплевать, вот, ну, ну, как-то это, вот знаете, как волной, раз и схлынуло, вот, ну, на всякий случай, там, все-таки мы утащили в другое место пару шампунек, и я одела двое трусов, потому что, ну, я не могу позволить себе, да, остаться в одних, потом мы так смеялись, я не могу, ну, и все, и ушли, я такая вспоминаю, телефон же для зазарядки у меня, там, я забыла, зарядка для телефона, ну, ладно, потом думаю, ну, кто-нибудь, да, зарядить, что-то у всех по коже, у кого-то же есть, и все, и отпустила, думаю, да, ну, для кого-то ж я купила такие наряды, кому-то ж надо, значит, все, и вот, и вот, когда вот ушло полное принятие, вот полное принятие, он нам это все отдал потом, притащил, когда мы это, обратно, говорит, забирайте это, не плачьте, вот, и некоторые бегали, знаете, как, а как, а я же в Москву выйду, а там же холодно, а мне же надо курточку, а мастер сказал, только в том, в чем пойдешь туда, а в келье, значит, сидеть, если курточку берешь, то и сидишь в курточке, понимаете, там же жарко, там вот такое помещение, два на два, кругленькое, и там восемь человек сидели, вот, ну, кто как мог, да, и что-то положить, склад устроить, там никак, то есть, и люди бегали, и в ужасе, а как, а как, а как, он говорит, да ты что, ты вот прилетишь, тебя же встретят, ну, и не замерзнешь, напишешь, у тебя же телефон, есть, что тебе привезли, успокойся, понимаете, почему я рассказываю так подробно об этом случае, потому что ученик ты не ученик, время от времени, накрывает, конечно, какие-то вот физиологические потребности, да, какие-то физические недуги, да, вот что там, вот это вот желание, возьми, с кем-то посоперничать, позлиться там, быть первым, быть лучшим, не знаю, красивее, стройнее, там, веселее, так далее, я говорю, всегда все имеет смысл, только тогда, чтобы ты нравился сам себе, чтобы ты был здоров, подвижен, весел, и счастлив, все остальное не имеет значения абсолютно, поэтому, наверное, строчки, вот первые есть природа женщины, жить и процветать, и в радости, и в любви, и в счастье, все остальное не имеет значения, потому что если женщина счастливая, то она все чувствует, как может счастье-то родиться в ее шишковидной железе, да, как, гипофизи, только от соединенности, чего мы тут прочитали, всего, тут хорошо написано, угу, угу, ну, короче говоря, интуиции, физического, нашего разума, психологического состояния всего, дает вот это состояние, да, а как оно будет в тот момент, если ты завидуешь, злишься, еще не отпустил какую-то ситуацию, будет счастье? Нет. Те, кто у меня уже не первый, не на первой чакре, скажите мне, мои хорошие, в прошлое мы зачем ходим, кто помнит? За позитивом. За позитивом, за ресурсом, только за ресурсом, да, то есть, если мы, вы понимаете, если мы ныряем в прошлое, и думаем, вот, как плохо было, меня обидели, фу, раз мы сразу на нижний дон тянь и свалились, вибрации вообще начинают срочно видеть и присоединять только низковибрационные частоты, в социуме это называется негативом, хотим мы этого или не хотим, называется негативом, а нам от этого негатива, ну вообще никак не весело, понимаете, поэтому вытаскиваем, вытаскиваем себя, на каждой негативную мысль три закрывашки нашли, в прошлое нырнули только за позитивом, а если у нас какие-то неприятные, с родителями мы это не помним, потому что мы уже давно не в детстве, если кто сомневается, может подойти в зеркало, посмотреть, я в детстве, нет, я не в детстве, со мной все хорошо, я взрослый, хорошо, да, а зачем-то хорошим, зачем-то позитивным, вот мамочка меня тогда вот так, или так, или что-то похвалила, или что-то это, то же самое, там, со всеми учителями, мужьями, в том числе, потому что вы же, там, дружили, замуж выходили, вы же не в памяти, значит, человек вам в этот момент нравился, вот ныряем только за тем, какой он был классный, какой он был замечательный, и мы зовем человека с положительными качествами этими, а те, которые нам не нравятся, мы не вспоминаем, да, чтобы нам с такими же качествами не пришел, потому что, где наше внимание, там наше сознание, другого никак не дано, просто вас заклюнаю, не смотрите вы эти новости, где какие разрушения, где какие эти, вот вы в данный момент влиять не можете, смысл, вы можете только мысленно представить этих людей, да, но если вдруг вы что-то услышали, как им вручают пособия, как им вручают ключи от нового жилья, да, то есть послать им энергию позитива и хороших каких-то вот вещей, больным здоровье посылайте мысленно, да, здоровые щечки, плачущим детям веселую улыбку, пожилым людям, значит, когда они в ресурсе, какие они классные, ну допустим, мама или бабушка пирожки стряпает, она там кормит, она счастливая в этот момент, представляете, и прямо любовь туда. Сразу ваша аджина будет понимать, что она может открыться, то есть вы человек, который не сделает боль, да, я вот с такими способностями, порой бывает так, что я разрушаю сама себя, почему? Вот я допустим на кого-то сердитая, или я должна выплеснуть, ну, как скажем, в физическом плане, потопать ногами, поорать, чтобы не засунуть туда, и не вышла энергия негативная, понимаете? Ну, это очень странно выглядит, то есть, вот я говорю, слесарь бежал очень далеко, когда он увидел, что я, значит, ему, ну, сказала, да, но зато я его не разрушила, как вам сказать, такую мысль, ну, подожди, да, бог с тобой разберется, самая такая фраза, ну, как вам сказать, мощная, то есть, ну, я не думаю, что стоит ее, кому-то пускать, может быть совсем не тот вариант, который вы ждете, да, вот, поэтому нужно уметь, ясновидение, попробуй, открой, вам дали силу мощную, а вы взяли, да, на кого-нибудь долбанули, а иногда бывает, так заводят сильно, что я прямо закрываю себя, ну, как бы в кокон, чтобы не выпустить, и начинаю долбиться, и я тогда сама себя и спать, и не могу я, ну, чтобы мне перезагрузиться, чтобы мне самой себя не разрушить, так что, прежде чем мы приступим к этим всем священным действиям, я вам вот рассказываю технику безопасности, аккуратно с этим надо быть, вот, смотрю и не могу не сказать, обалденно цвета тебе эти, Лена, да, прямо вообще, ты такая, ну, перседуля, мое искусствоведческое образование, не может тебе не сказать, никак не могу, спасибо, благодарю, да, да, видеоотноси, прямо здорово, вот, ну что, для тех, кто у нас в эфире, нам же надо хотя бы небольшую медитацию-то, какую-то, дать, дать, чтобы было, сейчас я выберу, я когда готовлюсь к занятию, у меня всегда очень много разных вариантов проведения, потому что смотрю на готовность зала, ну давайте так что-ли с вами сделаем, конечно же, надо же забыть, включить диктофон, поклон, не забыть, Маша, ты меня хотя бы иногда напоминай, значит, те, кто в прямом эфире смотрит, тоже выключайте телефончики, устраивайтесь поудобнее, убирайте все из рук, все с коленочек полностью сишек убирайте, ноги стоят прямо на полу, кому-то удобнее заземлиться, то есть, иногда можно как бы ножки внутрь, вот вы делаете, как бы скосолапили, можно даже их, вернее не заземлиться, а за цикличность такую сделать, то есть, ножки чуть-чуть друг на дружку, можно на пол поставить, сейчас покажу, как бы получается, особенно на таких вот чакрах, то есть, как бы вот так вот, да, у вас кружочек получается, но если так вам неудобно сидеть, то можно просто ножки поставить, просто иногда же вы, допустим, медитируете на полу, и складываете кругом, из рук все убрали, руки лежат свободно, глазки закрываем, потому что глазки, это утекает энергия, нам нужно сосредоточиться на себе, делаем глубокий вдох, медленный, медленный выдох через рот, со звуком лучше, и опять делаем глубокий вдох через нос, и медленный, медленный выдох, и еще раз делаем глубокий вдох, и медленный, медленный выдох, а сейчас я попрошу вас сосредоточиться в центре головы представить яркую светящуюся точку, и сфокусироваться на ней. Попробуйте звучать. Опору на... 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 каждый в своем режиме звучите, продыхивайте эту чакру, по позвоночнику идет звук. Аминь. 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 Катя, звучи. Аминь. 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 Учините обратненько раскачиваться, тело поведет в нос. Учините обратненько раскачиваться, тело поведет в нос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok